Продолжение следует... Ну и советские, потому что они переходные. В общем, по архинской войне что по зимней, что по зиме, что по войне продолжения. Не отходить далеко. Короче, вот. Мы вообще приехали за грибами. Но я, как всегда, за грибами с щупом хожу. Те, кто на канале давно, они в курсе. А те, кто не давно, вот и будете. В общем, вот, позавтракали, решили поискать грибки. Я, собственно, сразу тут в ямку. Вот здесь вот яма такая. Я в нее подзалез. И, в общем-то, без всяких приборов. Вот у меня сразу же уже какой-то натюрмор тут нарисовывается. Что у нас тут есть? Кружка эмалированная коричневая. Ну, скорее всего, советская. Консервки тут попадаются. Консервки. Аккумулятор, скорее всего, советский. Такие вот крышки от каких-то баков. Потому что я не знаю от чего. Петли от ящиков. Такие от фонаря, типа летучая мышь, запчасти. Зацепчик такой вот какой-то. Что тут? Рубашка РГД-33 осколочная. Такая. Сохран, конечно, не чешный. Песочек такой. Вот видите, аж зелененькая внутри. Вот еще одна вот крышка такая же. Замок от дыри. И вот флягка советская, битая, зеленая. Стеклянная, но битая. Ну, в общем, вот. Тут рядом видел покопы чьи-то. Какие-то пионеры бегали. Обычно никто не копает. Но вот тут вот рядышком были. Есть какие-то покопчики. Кто-то сюда приходил, но люди неопытные сразу видны. У них под носом был целый сброс. Пока все. Идем, шукаем грибы. Но грибы есть очень мало. Очень мало грибов мы нашли, наверное, с десяток. Только пока что. Не, надо побольше. Около 15. Но это такие не супер-пупер. Вот. Что у нас тут? Ну, вот тут на какую-то полянку опять набрели. Ну, и попадаются тут всякие железки. От бочки. Подковка. Сохрана хорошую железу тут. Так-то. Вилы были когда-то. Даже какая-то совок непонятный. Не совок. Рельсина. От тускоколейки. Вот такой вот ключ гаечный. Рубашка от РГД-33. Смятая петля. Какой-то уголок. Это что был за сельхозинструмент? Непонятно. Ну, такая вот кирочка вылезла. Хорошая, большая. Царская. Вон как вот. Такая же длинная. Вот. Придется такую тяжесть тащить теперь. Кошмар. Ужас. Ну. Длинная очень. Но. Такая вот антикварная кирка. Ужас. Так. Ну что ж. Ищем грибы дальше. Ну, вот это что, поковырял маленькое. И отвертка. Такая вот. Нашлась. Какие-то вот еще железки. Кольца. Кольца. Какие-то навесы. Гильзы. Гайки. Заглушка такая артиллерийская. Латунная. Финская. Это мы возьмем. Так. Держи. И пара пробокалка. Куда же без них, как говорится. Так. Ну, еще один навес. Длинный. Ну, так вот. Гора всякого железа. Пришли тут. Такой лес. Зарошек. Это густой. Низинка такая. Куча всяких каких-то капонировок, блиндажей. Что-то я не помню, чтоб я тут когда-то отходил. Сейчас вот буквально через один прошли. И во втором сразу сверху. Мощный сигнал. Вот такая вот вещь верховая. Это у нас крышка ткотелка советского. Вот. Тридцать шестого года. Тридцать шестого года. Крышка. Соответственно, красный выборжец. Есть тут какие-то непонятные инициалы набитые. Надо чистить, смотреть. Сохрана отличная. Никаких дыр. Ничего нигде не поедено. Вообще чистенькая. Вот. Боец тут. Выбил шплинт. Вряд ли он его потерял. И ручку использовал отдельно. Видимо, чтоб меньше места занимал. Или что. Разборный себе такой. Сделал. Использовал ручку. Просто использовал как чапельник. Вот так вот. Айрес. И все. Так она... Собственно, так я его сейчас и нашел. Вот так же рамбик. Вот такая вот. Такая вот. Такая вот вещь. Сейчас посмотрим. Что-нибудь есть еще. День, что-нибудь. День, где-нибудь поближе. Очистил крышку от котелка. Ни одной дырочки. Я чуть-чуть подровнял. Вот. Потому что была она выпуклая. Из-за того, что она лежала поверх ногами. Туда попала перед заморозками вода. Много, видимо, дождей сильные были. Вода налилось. И все. Потом лед за... Вода замерзла. И лед выдавил крышечку наружу. Так. Ну, что-то показать. Да. Думал, какие-то инициалы. Ну, на самом деле, да. Инициалы. Я сначала не мог долго понять, что за инициалы. П-С-Х. Вот. Такие вот. И все. И больше ничего нет. Только вот инициалы. П-С-Х. Ну, и клеймо. Клеймо на 36-й год. Красная выборжец. Ну, такая вот. Такая крышка. Места тут, правда, какие-то диковатые. Вот, смотрите. Ложка алюминиевая. Солдатик тут оставил, забыл. Не знаю, чего. Наш. И вот. Вот ложечка тут. И емко-то лежала тоже. Это вот все. Одна такая землянка, в которой, собственно, крышка от котелка была найдена. Еще до этого, кстати, черпало от другой ложки было найдено. Сейчас покрутимся еще, посмотрим. Что тут, может, еще чего-нибудь, где-нибудь. Ну, в общем, находки, находки, вот, находки есть. Наши, отечественные. Практически все. Вот такие у нас еще находки получается. Какая-то пряжечка. Так, это у нас цветмет. Еще одна пробка. Алко алюминиевая. Так, это у нас цветмет. Такие. То ли цинковые, то ли плюмбум. Синецовые заглушки. Скорее всего, артиллерийские финские. Раньше таких, по-моему, еще не встречал. Уже много всяких встречал. Но таких вроде еще нет. Ну, вот. Вот такие. Здесь тоже заберем. Так, ну и что тут у нас? Подковка, на счастье. Уже вторая за сегодня. Так, и сок ложки. Солдатская. Сломанная ложка. Вот. Красный выборжет. С буквой М тут накорябана. С этой стороны пока не видно. Но вроде ничего. Ну, возьмем, почистим. В всяком случае, посмотрим, может, есть чего. Вот так вот. Вот, да, да. Грибов нет. Точнее, их мало. Всякие осколки, осколки. И вот. ОСМ. На автоматке Паша спусковый механизм нашелся. Ну, такая находка. О, нашел тут яму. Копал. Смотри, какие классные находки нашлись. О, петлица Шуцкор финская. Такая вот. Она кислилась. Надо будет почистить. Усики отлетели. Такая вот петлица. Вот, ложка и вилка из нержавейки. У нее вся крыжавчина пона прилипла. Надо будет ее почистить. Вот. Будет чистенькая. Сейчас фокус, фокус ловлю. Ну-ка, давай. Шуцкор. 38-й год. Клейма. Такая подъела тут, правда, местами есть маленькие вот такие каверночки. Привел в порядок вилка-ложку. Почистил тут от налипух всяких. Вот такая, как я говорил, нержавейка. Хотя сами видели, что изначально на нержавейку это не было похоже. Но, тем не менее, вот такая вот нержавейка немножечко, конечно, подустала за эти года. Потому что нержавейка это, как говорится, не панацея от коррозии. Тем не менее, но все равно в целом сохран прикольный. И самое главное, что от эпила клейма у нас на... Вот. Для тех, кто не в курсе, это не знак Шуцкора. Но вот это Шуцкор. Точно. 38-й год. Редкая, редкая находка. Ложка-вилка Шуцкор из нержавейки. Ну, такая вот весьма неплохая по состоянию. И, как по себе, отличная находка. Финская ложка-вилка из нержавейки Шуцкор. Это вам не армейская какая-нибудь ложка-вилка. Так. Что еще? И вот бритвенные станочки. Такой бритвенный станочек. Все разные. Такой вот. Такой станочек. Какие-то надписи вроде. И ручка. Еще там в бортинной станке. Все латунные. Вот так вот. Гильза. Это интересно. Это поинтереснее. От ПТР-а гильза. 43-й год. Такая. Это у нас скребок лошадиный. Финский. С кожаной ручкой. Вот это от бидона. Крышка такая. Руки наклоны. Шел-шел. Тут вышли какие-то места. Дикие. Дикие заповедные. Смотрите. Верховые такие находки. Оп. Просто. Просто верховая каска. Чего-то не вижу. Чего-то у нас. Штеклеп что-ли. Угу. СШ-40. Такой. Чуть с трещинкой. Так вот. Такой заход по грибасам получился. И мы поедем короче обратненько. Вот. В общем всякие разные у нас тут какие-то находки нарисовались. Какие-то были. Мы вообще по грибы ехали. Как всегда. Где щуп? А, он щуп. Вот. Так что вот всем покеду. Пишите обменные комменты. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем привет. И покеда. Да? Да. 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 Продолжение следует...